Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 июня, и сегодня я взялась ответить сразу на несколько вопросов, которые я посчитала самыми актуальными в этот период. Я вот уже рассказала про жирование томатов, потому что делать, если в теплице очень жарко. И сейчас отвечу еще на вопрос. Татьяна Климашевская написала. Томаты цветут, но не завязываются, завязи нет, что делать? И, наверное, она хочет знать, почему. Мало того, что делать, иногда бывает, что почему они не завязываются. Вот она, к сожалению, не написала. Я сейчас предположу разные варианты, потому что это же не только для нее ответ, для всех. У кого-то по одной причине, у кого-то другой. Вот смотрите, у нас есть несколько ситуаций, когда действительно, вроде бы красивые томаты, вроде бы цветут, а завязи нет, цветки опадают. Что это значит? Ну, значит, нет опыления. Почему не опыляются цветки томатов? Тут, может быть, одно из нескольких причин. Только что рассказывала про жару в теплице. Жара в теплице, когда очень высокая температура, вот зрительница написала 50 градусов, у них на улице 40, в теплице 50. Но даже не 50, даже пусть 30, 35 и 40. При таких температурах специалисты уже пишут, что пыльца становится стерильной, что томаты не завязываются. И тут, конечно, большая проблема. Тут надо снижать температуру в теплице. Как снижать, это в предыдущем видео я рассказывала. Но и не только снижать, но и нужно, конечно, стимулировать, помогать томатам завязываться. Все это опять то же самое. Опрыскивание и бором, борной кислотой, и завязью, и бутоном, и потряхивание кустов. И, конечно, нужно очень хорошее проветривание, чтобы кусты, как, ну, потряхивать лучше с 10 утра до часу. Это рекомендовано. И потряхивать не только кусты, а я уже рассказывала, прям подходите, прям цветочные кисти, вот так эти колокольчики перебирайте. Нужно очень хорошее проветривание. Конечно, ни о каких дверях закрытых в теплице сейчас речи быть не может. Пусть вот этот ветерок гуляет. Им нужно, чтобы они вот колыхались вот так. И тогда пыльца эта, возможно, чаще будет падать, там, рассыпаться на пыльнике и опыляться. Все. Но это про жару. А бывает же и не жара. Еще бывает ситуация, при которой очень редко происходит опыление. Это большая влажность теплицы. Если в теплице высокая влажность, пыльца отсыревает, и она теряет свою текучесть. У нее получается как комковитость или что-то, ну, короче, слепание. Та пыльца, которая должна, вот вы когда раз-раз-раз потряхнуть, она хоп и упала, ссыпалась. Она не ссыпается, она просто вот так вот комочком там как слиплась. Это тоже очень большая проблема. В теплицах вот эта чрезмерная влажность и отсыревание вот этой слепания пыльцы, ну, тут наоборот, должны, конечно, вы их сделать, чтобы было посуше. Старайтесь. Если при понижении температуры, я говорила, что дорожки поливайте водой, чтобы снижалась температура, если у вас повышенная влажность, если вам надо, наоборот, воздух подсушить, некоторые даже ставят вентиляторы, чтобы вот так вот прогнала эта влажность. Ну, обычно, не знаю, если двери открыты, если чрезмерно и очень часто не поливать, землю не смачивать, то влажность теплица бывает в норме. Вот ветерок все равно, он туда-сюда ходит, конечно, открытые двери, все. Ну, а что делать, я уже сказала, если нет завязи, единственное, что проветривание, шевеление, опрыскивание стимуляторами, которые помогают пыльцы опылиться, но нам главное не что делать, а почему это происходит? Ведь если у вас цветы есть, все это цветет, но не опыляются, значит, что-то им мешает, значит, у вас неправильные условия выращивания. Или у вас такая температура высокая, что пыльца не опыляет, ну как, что цветы не опыляются, или у вас такая большая влажность, но больше причин я не знаю, или влажность, или... А, ну, если весной вот у нас не опылялось, бывает, что низкие температуры, когда холодно, тогда они цветы цветут, и они отваливаются, но это другое, сейчас уже лето. Сейчас вот смотрите, раз вы не указали, я вот вам две причины называю, возможно, или жара, или повышенная влажность. Если вы уберете вот эти факторы, то, возможно, у вас цветы будут и без стимуляции опыляться. А вообще, конечно, вот сейчас в наших условиях, условиях теплицы, когда у нас то сильно жарко, то у людей идут дожди проливные, вот бесконечные, тогда, возможно, и на улице сырость, и в теплице даже при открытых дверях эта сырость не проходит. Вот при таких условиях, конечно, сейчас почти все опрыскивают, и делают, это называется, как искусственное опыление. Если бы условия были нормальные, то этого бы ничего не нужно было. Все, я постаралась ответить на ваш вопрос, но тут вы понимаете, что нюансов много, и факторы могут быть разные, даже не те, я же не знаю, где у вас, как бы. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это почему могут цветы цвести, но не завязываться.